В руках мастеров не кисти карандаш, а иголка и нитки. С помощью этих инструментов авторы полотен вышивают настоящие картины. Вдохновение черпают каждый из разных источников. Любовь Абрамовская равняется на картины великих творцов, таких как Крамской и Рерих. А Римма Стенникова посвятила экспозицию русским народным сказкам. Хозяйка Медной горы, по щучьему велению, сказка о царе Салтане. Как и мастера 15 века в Сергеевом Посаде, Любовь Абрамовская использует такой метод вышивки, при котором не видно стыков. Выбор материала, тонкая шелковая нить, диктует тщательность проработки деталей и небольшой формат картины. Ну, просто технология моя в чем? Что шелковая нить однозначно, шелковая нить, ее в чем секрет? Что она имеет не круглую форму, а многогранника. И поэтому она меняет освещение, при освещении меняется, переливается, это одно. Второе, начиная, вернее, первое с чего, я никогда не беру работы, которые в этих альбомах для вышивки, то есть адаптированы к вышивке. Уже около 20 лет и Римма Стенникова работает в Доме культуры. Для того, чтобы заинтересовать своих учеников, подготовила выставку, посвященную русским народным сказкам и работам с узорами в стиле кжель. Римма Николаевна использует технику узелкового плетения – макраме. Сейчас я вышила любовный треугольник сутками, а на будущий год почему-то мне захотелось снегири на заслеженной рябине вышить, наши темы. Но это уже, конечно, на следующий год, потому что скоро сказка сказывается. Говорят, и поэтому процесс длительный. Шьем в одну ниточку, тоненькая очень работает. Путь мастера от хобби к профессиональной выставке «Несмотря на кажущуюся легкость» был тернистым, рассказывают давние подруги мастериц. Она начинала не с таких вершин, которых она достигла, но именно то, что она кропотлива и усердно посвящала себя этому искусству, достигла таких вершин. Сегодня вышитая картина вновь становится стильным дополнением в интерьере дома. Но рукодельницы уделяют много времени и сил творчеству отнюдь не для продажи, а для радости родных и близких. Татьяна Хильчук, Елена Валиева, Андрей Глазерин, информационное агентство «Курган.ру». Субтитры создавал DimaTorzok